Гипс – минерал из класса сульфатов по составу ССО4-2H2У. Волокнистая разновидность гипса называется селинитом, а зернистая – алебастром. Свойство – блеск стеклянный или шелковистый. Спаяность весьма совершенная в одном направлении. Цвет белый, серый, иногда красноватый. При наличии примеси имеет серую, желтоватую, розоватую, бурую окраску. Волокнистые разности дают занузистый излом. Черта белая, сингония моноклинная, плотность 2,3 г см в кубе, твердость по шкале МООСа 2, текстура массивная. Распространение гипса является типичным осадочным минералом. Гипс встречается в пластах осадочных пород в форме чешуйчатых, волокнистых или плотных мелкозернистых масс в виде бесцветных или белых кристаллов, иногда окрашенных захваченными ими при росте включениями и примесями в бурые, голубые, желтые или красные тона. Образует прожилки параллельно волокнистой структуры в глинистых осадочных породах, а также сплошные мелкозернистые агрегаты, напоминающие мрамор. Иногда в виде землистых агрегатов, а также слагается мент песчаника. В почвах аридной зоны формируется новообразование гипса, одиночные кристаллы, двойники, друзы, гипсовые розы и т.д. Месторождение повсеместно в России, в Пермском крае, в Тульской области, в Нижегородской области, Самарской области, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесской республики, Волгоградской области. Применение волокнистый гипс используют для недорогих ювелирных изделий. Из алебастра из древля вытачивали крупные ювелирные изделия, предметы интерьера. В сыром виде используется как удобрение в целлюлозно-бумажной промышленности, в химической для получения красок эмали. Глазури, обожженный гипс применяют для отливок и слепков, как вяжущий материал в строительном деле, в медицине. Желтоватые и более плотные разновидности гипса являются хорошим поделочным материалом. Сегодня минерал гипс – это в основном сырье для производства альфа-гипса и бета-гипса. Бета-гипс – порошкообразный вяжущий материал, получаемый путем термической обработки природного двухводного гипса СО4-2H2У при температуре от 150 до 180 градусов в аппаратах, сообщающихся с атмосферой. Продукт измельчения гипса бета-модификации в тонкий порошок называется строительным гипсом или алебастром. При более тонком помоле получают формовочный гипс или при использовании сырья повышенной частоты медицинский гипс. При низкотемпературной тепловой обработке в герметически закрытых аппаратах образуется гипс альфа-модификации. Продукт измельчения которого называется высокопрочным гипсом, в смеси с водой альфа и бета-гипс твердеет, превращаясь снова в двуводный гипс с выделением тепла и незначительным увеличением объема. Однако такой вторичный гипсовый камень имеет уже равномерную мелкокристаллическую структуру, цвет различных оттенков белого, непрозрачный и микропористый. Эти свойства гипса находят применение в различных сферах деятельности человека. По ГОСТу от 125 до 79 в зависимости от сроков схватывания различаются виды гипса. Постротвердеющий начало схватывания не ранее 2 минут, конец не позднее 15 минут, нормально твердеющий начало схватывания не ранее 6 минут, конец не позднее 30 минут, медленно твердеющий начало схватывания не ранее 20 минут, конец не нормируется производство. В 2010 году в мире было произведено по данным USGS 147 миллионов тонн гипса. Крупнейшие производители – Китай, Иран, Испания, США, Таиланд.